На пике развития завод «Октава» обеспечивал рабочими местами 8 тысяч человек. Малоизвестный факт, но Юрий Гагарин произносит свое знаменитое «Поехали» именно в микрофон тульского производства. Для записи своих альбомов микрофоны из оружейной столицы использовали такие мировые звезды, как Radiohead, U2, Sting. В июне 2017 года тульский завод был передан в прямое управление госкорпорацией Ростех. В январе текущего года микрофонами «Октава» оборудована одна из студий Востанкино. Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев рассказал на пресс-конференции о планах развития предприятия. Направление 3. Микрофоны, техника, гарнитуры, спецназначения. Проект рассчитан на 5 лет. Инвестиции 738 миллионов рублей. Одобрен и заим фонда развития промышленности на 360 миллионов рублей. Это действительно новый интересный проект, когда управленческая команда пришла, внедряя инновационные процессы управления. И мы рассчитываем на то, что как раз-таки продукция «Октава», помимо военно-технической продукции, будет реализовываться и на внешних рынках. И я знаю, что достаточно серьезные маркетинговые мероприятия в этом направлении в настоящее время предпринимаются. Долгое время предприятие находилось в плачевном состоянии. Сейчас на базе имущественного комплекса «Октавы» в центре Тулы создан творческий индустриальный кластер. Вредное гальваническое производство переведено на окраину города. Планируется, что «Октава» вернет себе лидерство в производстве акустической техники в России. А город Тулы к своим определениям оружейное, самоварное, пряничное добавит еще одно – Тула акустическое. Юлия Васюкова, Игорь Щепотев, новости Тулы.